В южной точке Манхэттена, на берегу Атлантического океана, находится мемориал американским морякам, погибшим и пропавшим без вести во время Второй мировой войны в водах Атлантического океана. Скульптурная композиция изображает группу моряков на тонущем судне. Двое из них пытаются звать на помощь, один пытается схватить за руку и вытащить упавшего за борт товарища. Рядом бронзовый орел, сидящий на траурном венке. Такие венки опускали в воду, чтобы почтить память погибших, которых в общей сложности 4609 человек. Их имена высечены на плитах окружающих скульптур. Мы находимся в Беттери парке. Почему так называется? Это батарея, орудие здесь стояло. Он стоит практически на берегу. Сейчас из него сделали, вот видно здесь, продают билеты для того, чтобы добраться до статуи Свободы. Сейчас я покажу вам билетики. Вот такие билеты мы купили тоже, чтобы попасть. Туда нужно обязательно попасть. Это символ всей Америки. Стоит он 17 долларов на человек. Сейчас мы туда поедем и потрогаем руками этот символ Америки. Кстати говоря, напоминаю, что сейчас сегодня у нас 22 октября. А здесь в Нью-Йорке 20-20 сентября. Очень комфортная погода в Нью-Йорке. Поэтому, чтобы, по идее, восстановить Америку, вообще единственный вариант приезжать сюда в осень. Потому что летом, говорят, здесь очень жарко. 45 и влажность 79%. На этом корабле мы сейчас поплывем вон туда. Всем известная статуя Либерты и Свободы. А вот здесь здание, вот мы видим. Это уже другой штат. Это штат Нью-Джерси. В разных штатах, напоминаю, это штат Нью-Йорк, вот штат Нью-Джерси. Действуют совершенно разные законы. В чем особенность Америки вообще. Вот, допустим, бракосочетание в штате Нью-Йорк стоит 10 долларов. В штате Нью-Джерси – 100. Поэтому очень выгодно приехать через мост в Нью-Йорк, зарегистрироваться и ехать обратно в Нью-Джерси. Вот такие чудеса. В каждом штате тут совершенно свои законы. Все, мы отплыли от берега города Нью-Йорк. Вот он. И направляемся к штате Свободы. Субтитры создавал DimaTorzok Уже более 120 лет статуя Свободы величественно возвышается над гавани Нью-Йорка и приветствует всех американцев и гостей, прибывающих морем в США. В правой руке леди Свобода держит факел, а в левой книгу священы на ней даты 4 июля 1776 года. В этот день была принята декларация независимости США, проголосившая автономию объединившихся в Северной Америке английских колоний от Великобритании. Эти колонии и получили собственное название – Соединенные Штаты Америки. Вид на Нью-Йорк, на остров Манхэттен, который находится за моей спиной, вот он самый хороший именно отсюда, с острова Свободы. Где стоит статуя? Вот он, рядышком с нами. Потому что там ходишь и не ощущаешь, а вот со стороны это, конечно, вид открыточный, потрясающе. Вот он, Манхэттен. Или как его называли, когда здесь жили одни индейцы, Маннахатта, на языке одного из времен индейских. Что в переводе называлось «Небесный дом». Штат Нью-Йорк, как говорилось, штат Нью-Йорк, разделяет речку Гудзон. А вот этот уже – Атлантический океан. Атлантика, ребята. Ведь военные томогавки, вертолеты, смотри. Три штуки летят, которые… Военные томогавки самолеты летают вокруг острова Свободы. Статуя Свободы, Либерти, как ее называют. Собственно, это подарок французского народа американскому. И сделал ее, задумал французский архитектор Бартольдзи. А чтобы она была устойчивая, она высотой 94 метра, из которой половину на половину занимает пьедестал, а половину – сама статуя. Он пригласил знаменитого инженера Эйфеля, который построил Эйфелю башню. И он ему помог сделать каркас. И в результате, получается, даже при сильном урагане, она оклоняется в самой верхней точке, где она держит факел, всего-навсего на 10 сантиметров. То есть он справился, Эйфель, инженера, со своей задачей отлично. Статуя была задумана к 100-летию зависимости, к 1886 году. Но пока собирали деньги на нее, опоздали, ее сделали на 10 лет коще. И вообще, получается, саму статую, деньги на статую собрали французы. А на пьедестал собирали американцы. Кстати говоря, из-за этого затянулась ее... Из-за этого затянулась ее постройка. Из-за этого затянулась ее постройка, потому что американцы, как нехти, собирали деньги. Что они сделали? Интектор Баркадзи поставил в парке, там, на Манхеттане, кусок руки с факелом. А пальцы, которая... Длина каждого пальца 2,5 метра. Это приблизительно даже выше, чем вот я с выгнутой рукой. И это впечатлило всех американцев, что такая она огромная будет. И они резко собрали деньги на сам постамент. И в результате, с десятилетним, к сожалению, опозданием, в 1880 году статуя была открыта, на которой присутствовал наш президент. В истории статуи свободозаметен и русский след. 31 тонну меди для ее облицовки приобрели у русских промышленников Демидовых. У ног статуи лежат разорванные цепи рабства. Голову венчает корона семью зубцами, символизирующими семь континентов. Из коронов, в которые можно подняться по узкой лестнице из 356 ступеней, открывается изумительная панорама на Нью-Йоркскую гавань и Манхэттен. В 1903 году к пьесталу статуи прикипели бронзовую табличку со стихами Эммы Лазарус. «Пришли ко мне своих усталых толпы, тех, что как мусор на брегах твоих. Пусть бедный, невезучий и бездомный, мечтающий вдохнуть глоток свободы, придет на свет врат моих золотых». Писала американская поэтесса, выразив этими словами надежды и чаяния большинства людей, эмигрирующих в чужую страну в поисках лучшей жизни. Мы проплываем возле острова Элис, который дорог каждому американцу. Сейчас я расскажу, почему. В далеком 1785 году нью-йоркский торговец Самуэль Элис купил небольшой остров размером 1 гектар и устроил на нем таверну для рыбаков. Они же и назвали его «Остров Элис». В 1808 году остров продается наследниками Самуэля штату Нью-Йорк, но имя остается. В этом же году штат перепродал его за 10 тысяч долларов федеральному правительству, которое увеличивает его до 11 гектар за счет привезенной сюда земли и строящегося метро. И на нем начинает функционировать иммиграционная служба федерального правительства. Прошу политического убежища! На... на двоих! На двоих! С какой целью вы прибыли на территорию североамериканских Соединенных Штатов? Коммерция. Бизнес, по-вашему. Располагаете ли вы денежными средствами, необходимыми для въезда в страну? Я... у меня нету! Нету! Нету у меня! Ноу! 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 Эй, Джим! Комон! Элис Айленд был самым крупным пунктом приема иммигрантов в США, действовавшим до середины 20 века. Когда-то именно здесь решалась судьба приехавших в Америку в поисках счастья людей. Те, кто не подходили под шестокие требования иммигрантских законов, отправлялись назад. Самый разгар переселения в начале 20 века через эти ворота в США проходило по 5 тысяч человек в день. И сегодня 100 миллионов американцев могут найти в своих дословных предков, прошедших через этот остров. Иммиграционная служба прекратила свое функционирование на острове в 1954 году. Сейчас там открыт музей иммиграции. Памятник добравшимся все-таки до Америки иммигрантам. При взгляде на него очень даже верится в радость изображенных людей, особенно того краневого парня справа, раскинувшего руки к небу. Скульптурная группа собирательна. Здесь еврей из Восточной Европы и освобожденный африканский раб и священник с рабочим. Памятник изображает и символизирует чувства многих иммигрантов, которые приехали в Америку, в Нью-Йорк, в надежде стать счастливыми на новой земле. Он изготовлен на деньги нью-йоркского миллионера и филантропа Самуэля Рудина, чьи родители вот так же приехали в США в 1883 году. Редактор субтитров А.Семкин